вот пики как у руслана дерута по видео руслан колобухов open и интернала с 1 2 цеплена сила граф все как по него той схеме насколько я увидел а только вот теперь питается катер нет вот этой обмотки вот прямо от 19 вольт пока он не пытается не включен чтоб не было влияние катер как чтобы наносить лишнюю пуску не на касса когда подключай катер вот нагрузка прибавляется ярко вот теперь выкручиваю одну лампу это 116 ватт и 60 ватт ставлю только 60 ватт вот пики все равно на верхушке но они там чуть 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 двинулись сторону резонанс не уходит так скважинность хочу посмотреть чтобы показать какая скважинность где тут мой прибор ну 45 процентов напряжение можно попробовать замерить иногда получать переменная посмотреть что тут на нагрузке но 130 вольт показывает она резонанс на конденсаторе будет где-то 200 вольт но резонанс сильнее разгоняется в резонансном контуре когда нагрузка слабее чем она слабее тем что зашкаливает ну вот пики которых говорил руслан а мой блок питания вот даже начинает отключаться потому что 7 8 ампер 6 то есть 7 ампер там мой блок питания тоже было 7 ампер не 8 а теперь ниже когда катер заработает вот еще вторую лампу включу еще ниже на резонанс как видно никуда не уходит он где был на пике там и остается чуть-чуть сполз он только это ерунда и мелочи можно на это не вращать внимание когда появится сверх единица он должен должна амплитуда подняться думаю до той амплитуды примерно которая была без нагрузки вообще я думаю давно уже хотел тут от индуктор намотать шесть или четыре миллиметра квадратным проводом от этого он два и пять миллиметра квадрата может даже даже на одножильном потому что он тоньше и его как бы эффективнее будет меньше всяких токов кубу и тогда бы можно было бы на холостом ходу чтобы бы напряжение очень сильно выросла бы она могла бы там вот теперь до 200 вольт выросла она бы могла бы допустим до 400 вольт вырасти на холостом ходу при том же самом потреблении потому что так он на нагрев идет провода так бы она не на нагрев шла на на поднятие напряжения вот теперь потребление 3 ампера видели сколько без нагрузки какое потребление даже если я подкорректирую чистоту чтобы было в полный резонанс вот тут где то есть в полный резонанс вот она уже не растет амплитуда падает в одну сторону и в другую там где то максимально только странно в одну сторону пик побольше в другую меньше вот выкручиваю одну лампу вот это ярко загорелась вот как подпрыгнула амплитуда и вот потребление уже какое 6 ампер было 3 ампера теперь 6 2 раза подпрыгнул ток потребляем потому что не нету сопротивления и она начинает всего разгоняться выше и выше напряжения на другом конце докторе вот тут какое поле Вот такое поле, вот пики, как Руслан говорил, видишь пики, это то, чего надо добиться, вот я теперь из стилографа тут подключил, вот этот конденсатор, так его как-то надо, чтобы опушкуло на лотке от горшка, там может что-то тут лампа уже не пойдет, что-то что-то, что-то очень слабые пики, а чтобы они и реактивное поле ловили надо вдоль как бы этого провода, вот так, вот и теперь выше амплитуда, как у Руслана тоже вдоль провода, так и стилограф, только у меня тут самодельный паттерн, не могу положить как у него, щуп самодельный, вот 6 ампер потребляет, если выкручу и вторую, тогда там за 7 ампер, там начинает блок питания выключаться, очень сильно, а вот включу эту и выкручу эту, а не горячая, вот какая амплитуда, включу качер, включу качер, все за своим полем заглушает, нужно дальше, так, вот теперь не так он заглушает, у него слабее был качер, чем у меня, как видно нет никакого эффекта, немножко ярче скачет, но то, что заземлен не первый Наконец-то последний, если первый, то не будет. Наша яркость приморка, наоборот, чуть скорее будет. Вот частота какая, скачиваем. Так, закрепить надо. 1 МГц и 0.7. Индуктор тут в три слоя, у него может было и два слоя. Но я тут не хочу перематывать, а вот по последней его версии, где у него три слоя было. Вот теперь эта катушка была по-другому намотана, чем та катушка. Поэтому мне нужно было перевернуть индуктор, чтобы катушка заработала. Вот землю на второй конец перекручена. Вот теперь такая амплитуда. Вот теперь. Амплитуда. Амплитуда. Настякта. Амплитуда. Вот. Продолжение следует... 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 Мы уменьшим скважинность. Теперь вот такая саллограмма уже стала не как у Руслана. Ската исковерканная. Но я попробую так у него по частоту подкрутить. Нужна нагрузка другой. Послабее нагрузка. Все равно она исковерканная. Два пики появились. У него такого-то не было. Значит у него там скважинность была не такая маленькая. Надо теперь померить какая скважинность. 30-40%. Значит у него получается было побольше скважинность. Не такая маленькая. Если буду уменьшать, то наверное может у него 40 было процентов. Буду уменьшать она будет нигде ничего не исправляться. Уменьшаю. Но вообще в какой-то треугольник превращается. Синусоиды нужно смотреть где они пропадут. Теперь частоту надо немножко померить. У него там высшая частота была 27 кГц. Но все равно у него скважинность могла бы где-то максимум 40, минимум 40 процентов. Потому что дальше уже начинает раздваиваться. Акула вообще про скважинность ничего не говорила. Она где там в своем виде. А тут она слипается. Теперь где-то 40 процентов. Ладно, смотреть не буду. Что-то. Питание у него иногда срабатывает и засчитывает. Ай, выключился. Я понял. Мне не нравится, что у него срабатывает защита. Потом надо вытаскивать розетку. Вроде бы не нужно было. Защита сработала. Что-то, может, смотрел. А нет. Заработаю. Заработаю. Какая-то, что это в 16-52 кГц. Частота push-pull. Вот потребление 6 ампер. О, качер включил. О, светодиод горит. Слабенько. Тогда выключено всё. Ну ладно, это перетекало. Может перегорел транзистор качера? Что-то он не тянет. Ладно, включу побольше.